Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Власть ключей дана только Петру, и мы будем отталкиваться от текстов Евангелия от Матфея, 16 глава, 18-19 стих, и Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. Я прочитаю сначала из 16 главы. «И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Обычно наши братья римокатолики, они вот ссылаются на этот текст и говорят, что как бы власть ключей в таком абсолютном понимании, она дана только апостолу Петру. Но это их ошибка. В том же Евангелии от Матфея, 18 глава, 18 стих, мы видим, что Христос эту же власть даёт и другим своим ученикам. «Истинно говорю вам, что вы, не ты, а вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И Блаженный Августин, западный отец, кстати, пишет «Павел, истинный друг жениха, не захотел быть любимым вместо жениха». То есть никто из апостолов не пытался заслонить собою Христа. И далее Блаженный Августин, говоря о равенстве всех апостолов и священнослужителей, которые происходят от них, учит, неужели те ключи, ключи вязать и развязывать, неужели те ключи получил Пётр, а Павел не получил? Пётр получил, а Иоанн, Иаков и прочие апостолы не получили? Не в церкви ли те ключи, где ежедневно отпускаются грехи? Эти ключи и право вязать и решить получил не один человек, Пётр, но единая Вселенская Церковь. Таким образом, западный отец церкви, Блаженный Августин, занимает по этому вопросу абсолютно православную позицию. И мы видим, что правом связывать и развязывать пользовались и христиане второго поколения. Так, например, апостол Павел, в отличие от 12 апостолов, он не был христианином первого поколения, он был христианином второго поколения. И мы видим, как в первом послании Коринфянам, пятая голова, мы прочитаем с первого по пятый стих, он, пользуясь властью ключей, связал человека и предал его вознеможение сатане. И мы читаем слова апостола Павла. «Есть верный слух, что у вас, то есть у христиан Коринфа, появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, «Обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане вознеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть здесь мы видим, как заочно апостол Павел отлучил этого человека на какое-то время от церковного общения. Но во втором послании Коринфянам, 2 глава, 5-10 стих, мы видим, как апостол Павел прощает этого человека, развязывает его, пользуясь этими ключами церкви, которые в одинаковой мере принадлежат всем апостолам, епископам и пресвитерам Церкви Божьей. Павел пишет, «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольна сего наказание от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, то есть в первом послании, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». То есть имеющие ключи церкви, они совершают отпущение грехов и отлучение негодных властью Христа. И когда мы, священники, произносим разрешительную молитву, мы говорим, «Аз, недостойный священник такой-то, властью мне данной от Христа прощаю и разрешаю». То есть священники отпускают грехи не силой своего благочестия, но в силу того поручения, которое дал Христос и не только одному Петру, но и другим апостолам, а в их лице всем епископам и пресвитерам церкви до наших дней. Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok